К своим соплеменникам Кипчакам Байбарс относился с особым пиететом. Он выкупал на невольничьих рынках тюркских юношей, продолжал формировать свою армию. А тюркским племенам, спасавшимся от захватчиков Хулагухана, он выделял плодородные земельные наделы. Помимо этого Байбарс снова объединил Египет, перестроил войска мамлюков, возвел множество укреплений. По приказу нового султана было построено много военных и торговых кораблей. В портах Индостана и Китая египетских купцов принимали с наибольшим почетом. Султан Байбарс создал на тот момент самую совершенную почтовую службу в мире. И, конечно, он продолжал поддерживать развитие в стране ислама. По его личным чертежам были возведены красивейшие мечети – медресе. Дети несостоятельных людей учились там бесплатно, а сироты, кроме бесплатного образования, обеспечивались всем необходимым за счет государства. Кроме шариата изучали географию, историю, арифметику, астрономию и другие науки. Мечеть султана Байбарса, построенная более восьми веков назад. На самом деле, до сих пор эти стены сохранились, но находятся достаточно в плачевном состоянии. Памятник архитектуры Мамлюкского периода фактически не действует, несмотря на то, что Казахстан выделял на реконструкцию этой мечети более 4,5 миллионов. Но со свержением Косни Муйбарака история этих денег, можно сказать, неизвестна. На весь проект по восстановлению мечети необходимо 12 миллионов долларов, из которых 7,5 миллионов должна была выделить египетская сторона. Но революция в этой стране, свершившаяся в 2011 году, внесла хаос и неразбериху. Нанесла удар по экономике. Резко сократился доход от туризма, составлявший 40% бюджета. Строительство мечети заморозилось. О том, как сегодня решается вопрос реконструкции мечети, мне рассказал посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев. Для представительства нашей страны в республике Мисер этот вопрос один из наиболее приоритетных. Мы в настоящее время работаем с Министерством по делам древностей для возобновления работ. Они работой идут, но ведут очень медленно. Но это завершение этого проекта, наша приоритетная задача. Египтяне обещают нам, что они выполнят все свои обязанности, возложенные на них. Также мы видим, что туризм постепенно возвращается в Египет. То есть, скорее всего, поступления в бюджет будут увеличиваться. Поэтому мы надеемся, что этот проект будет в скором времени завершен. А максимально какие сроки? Это трудно сказать. На последнем заседании, вернее, в ходе работы круглого стола, посвященного 25-летним линиям дипломатических отношений, министр международного сотрудничества и инвестиций Сахар Насар обещал закончить проект в течение 7 месяцев. Ну, мне трудно в это верить. Честно говоря, там очень большой объем работы. Но я надеюсь, что он будет завершен в самые ближайшие годы. Кипчаки в Египте Они сохраняли верность не только степным воинским традициям, но и родному языку и древним традициям и обычаям тюрков-кочевников. Так, во время походов или выезда из мамлюкской столицы они жили в юртах. То, что кипчаки в часы досуга ставили юрту на вершине пирамиды Хеопса, зафиксировано в трудах арабских историков. В их рацион входили кумы, сканина, база, айран, курт. Они одевались и гадали по-тюркски. Поражает перенос облавной охоты в арабские пустыни, ночной ориентировки по звездам, приемов тактики и стратегии сражений, военных хитростей и уловок, навыков использования личного оружия, таких как лук, копье, сабля, айболта и булава. Доставка из дэшты кипчака наряду с кипчакскими юношами и девушками тюркских лошадей, верблюдов, беркутов, собак-волкодавов, борзых и так далее. Воседая на троне Египта, Байбарс продолжал усиливать и увеличивать мамлюкские войска. Его освободительные походы были успешны и наполняли египетскую казну золотом.